Так себе на память. Максимально вечернее. Максимально металл. Я хожу вот сюда в носок. Смотрю на этот утес. И я в шоке. Вот там острова. Там уже пошла земля. Сок, которого я снимаю. Вот у озера, которое набирается либо дождями, либо брызгами осенних штормов, есть два слива. Один отчетливо уходит вот туда. Второй я сейчас перешагну. Вот он у меня под ногами. Здесь стоит небольшая чаша. И вот там прямо отчетливо читается дорога ручья. А еще не знаю, почему меня зацепило еще одно место. Сейчас попробую до него дойти и показать. Здесь вообще все цепляет. Нет, это же не зависит от того, что это место цепляет. Оно цепляет конкретно меня, конечно. Я в каменистых местах в Карелии. Блин, я физически чувствую себя лучше. Мне кажется, что здесь есть какой-то центр силы, что ли. Хотя я знаю людей, которых раздражает обилие камня. Ну, даже среди знакомых, то есть не просто придуманных персонажей. Что это такое, мол, камень и камень сплошной вокруг. Наверное, просто настройка какая-то тонкая организма либо принимает, либо настроена на что-то другое. Может быть на лес, на море. Вот это меня чашка вообще не оставила равнодушным. Смешной-смешной такой сход в воду. Каменистый, немножко тинистый. И вот прямо видно кромку в кадре. А за ней, сука, 11 метров отвесной скалы. Ну, конечно, не совсем отвесной, но практически. То есть в полутора метрах от берега 11 метров. Вот так вот. А, вот еще прикол. Не понимаю, что это значит. Похоже на створные знаки судоходные. Но, как я не примерялся, пытаясь в этот створ, то есть этим створом может быть помечено что-то на том берегу. И чтобы найти это место какое-то потаенное, люди в бинокль ориентируются по вот этому знаку. Ну, это мои дома служа. Не факт, что это так. Спасибо. Всего доброго.